Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале экзегет. Вы спрашиваете, влияет ли спасение человека на загробную участь его предков? Конечно же, влияет. Мы с вами, как правило, ограничены рамками своей собственной жизни. И внутри этих рамок мы пытаемся общаться с Богом. Ну, кто-то помнит из нас пару поколений до себя, ну, три максимум. Дальше все теряется в каком-то тумане. О том, что будет перед нами, мы тем более не знаем. Но Бог по-другому смотрит на вещи, потому что у него нет мертвых. Бог не Бог мертвых, но Бог живых. И история каждого из нас с вами, она длина, и она идет до Адама. И люди, которые перед нами жили и существовали, и их влияние на нас, оно неоспоримо. Бывает, что ржавые колеса непокаяния, они как-то вращаются в одну сторону. И когда вдруг кто-то из нас, вот, например, у меня покаялась в свое время мама, и пришла к Богу. А до этого было три поколения неверующих людей, не знавших Бога, отказавшихся от Него. И вот ей пришлось, и мне пришлось. Я не то чтобы это чувствую, но понимаю это. Как бы начать вот эти колеса ржавые вращать в обратную сторону. И так как мы не просто отмахнулись от тех поколений, которые были перед нами, и не знали Бога, и не хотели знать Бога, но помня их по именам до какого-то определенного момента, где потом теряется это генеалогическое древо, мы стали молиться за них, за тех, за кого возможно было молиться. Потому что разные бывают ситуации. И я уверен в этом, знаю это, и Церковь много говорит об этом, что это стало менять атмосферу внутри нашей большой семьи. Я скажу вам так, что я часто видел, как священник, у меня достаточно молодой приход всегда был, что человек приходит молодой в Церковь, начинает молиться, соблюдать, пытаться заповеди, участвовать в таинствах в Церкви, жить по-христиански. А у него что-то не получается ничего. Не получается, не получается. И как-то и брака нет, и с работы, и что-то. Как-то жизнь в общем не клеится. Хотя вроде все должно исправляться потихоньку. Это не обязательно, но часто исправляется. А потом в какой-то момент приходили его родители. У меня таких случаев было много. На первую исповедь. Ну, по его примеру. Сначала пришли посмотреть, куда-то там их чадо занесло. И вот они приходили к исповеди, папа, мама. И после первой исповеди родителей жизнь человека начинала исправляться. То есть видите, как какой-то такой тяжестью висят на нас предыдущие поколения. Но мы, тем не менее, должны обязательно совершать подвиг, молитвы за них. И слава Богу, что Господь призвал нас. И на нас, мы надеемся, затормозилось, остановилось это падение, это движение по наклонной нашего рода. Мне иногда кажется, но это мои, конечно, собственные какие-то домыслы. Сложно построить какой-то график и найти у кого-то доказательства, что Господь время от времени вот так вот милует человечество в несколько поколений, может быть, раз, воздвигая праведника из рода для того, чтобы существование рода было оправдано перед его глазами. Но это великая тайна, о которой мы с вами, конечно, ничего не знаем. Мы можем только догадываться, уповая на милость Божию. Но такими праведниками для своего рода мы обязательно должны стать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.